Всем добрейшего! Люди добрые! И не добрым тоже здравствуйте! В общем всем привет! Поехали рассвет встречать! Время 7 утра! По Башкирии Мы какой-то Мечетлинский район Где мы тут? Что тут за населенный пункт рядышком? Я так особо не могу сориентироваться Но дорога Красного Фима с Крапачева Только-только он, видите, у нас начинает Слегка расцветать Нормально Сейчас полчасика и будет светло Зато выспанные, отдохнувшие Вымытые, намытые На следующем повороте на вело После парочки предыдущих Слегка напряженных деньков Все Можно Арбайтом Тем более тут уже Осталось Почти ничего Почти ничего До Макша на 1125 километров отсюда Сегодня четверг, 29 октября Вокружаться нам завтра Завтра же в Пензе Михаила Владимировича Возьмем на борт В Пензе сдали В Пензе и примем обратно За бортом минус 1 Сухо В общем, все хорошо Пока Надеюсь Сим не засыпет Чтоб мы его прошли Сегодня Нам до М4 отсюда В этой М4 До М5 Так Все-таки километров 130 осталось Два часа Полета Дорога здесь хорошая Спуски и подъемы само собой Это же Бошкартостан Зато пейзажи красивейшие Ну, дорога хорошая В плане покрытия Бабашкирии Здесь все в огне Было Летом Разбиться, я думаю, не успел Вот Надо, чтоб не начало ничего Сыпаться Судя по небу Не похоже небо Ясно? Так Небольшая облачность Звезды даже видны Поэтому Я думаю В этой каденции Мы уже Со снегом Завязали Хватило нам цюмей Хватило нам цюмей Поролели Встречает рассвет Новый день Что день грядущий нам готовит Узнаем мы сегодня вечером Я думал вчера сюда приехать Какой-то вот Месси Гутово Сейчас мы посмотрим, что здесь до стоянка Да поселок такой В принципе такой довольно приличный Где-то тут какая-то тоже есть Цена вопроса была 37 минут Там мне понравилось Душ хороший Вы видели Водичка течет горячая постоянно Как-то так Бесперебойно Кафе не знаю Не ходил Вечером не есть Не хотелось ничего Чайку Оба струхи Улюлю Спал без задних ног Пшеницу продавшим Вот так Со всех сторон Один справа, другой слева О, Башкиров Тодор Вот даже Предприятие Готок какой стоял Красавчик Древненький, да, как волк. Ну, погоди, от такого утекал. Еще только просыпается. Хотя уже, в принципе, скоро 8. Едите на дорогу, стрелого движения. А хотим все ездить. Использовать 4-го съезд. Эти, они не спят. Видите? Готовьтесь через 800 метров въехать на дорогу, стрелого движения. Эти, они редко, когда спят. Хотя бывает. Сам лично видел. Несколько раз. Ну, и где я тут должен был стоять? Интересно. Что-то я пока ничего не увидел. Едите на дорогу, стрелого движения. А затем съедите. Используй 4-го. Вот раньше, да, еще лет 10, там, сколько там, назад. А затем съездите на дорогу, съезд. В каждой деревне пасты ДПС стояли. Никакого с пасту не было. Стой, стоять буду. Стой, стоять, стрелять буду. Нет. Да. Стою, стреляю. Питер, Питер, ты могуч, но в гору ехать ты не хотеть. Что-то туда. Эх. Слишком мало здесь прерывистых. Не успеем. Тут горка, горка, горка. Там за горкой вроде нет никого. Видно, сканья уже староватенькая. Часть копыл уже отправились на вольные хлеба в поле. Вот, наверное, если будет через 4 километра, бойка, баня. А, ну так с правой стороны. Это, наверное, это когда мы заезжали омыться там по дорожной сети. И, ну, возможно, туда. В принципе, там нормально, а тоже стоянка. Можно было туда ехать. Но мне вот тут понравилось. Так что вот так берем на заметку. Тем более, ценала просто 100 рублей-то всего стоит. И душ 100 рублей. Это ни о чем. Перевод на перевод за евро. 2 евро там и 10 центов. 20. За стоянку и за душ заплатить. Великолепный тещин язычок здесь. Оценивайте красоту. Комментарии излишни. Особенно, когда мы сейчас на этой восьмерке направо повернем. Даже и отсюда. Огонь. Комментарии излишни. Ух! В коробочках песочек. Если вы зимой здесь будете шлифовать, можете сходить оттуда и его немножко взять. Насколько сильно он вам тут, конечно, поможет, это вопрос. Но сам факт налицо. Мечет ли. Скорее всего, Мечет ли. Потому что я заметил последнее, что это ударение в основном как-то вот на последний слог. Гребда, Мечет ли, Гали. Что там еще? Где-то мы грузились за Иркутском. Там вообще все равно последнее. Иркутск. Иркутск. Продолжение следует... Продолжение следует... Забыл название разреза. Ах, что-то Тунский. Только что проезжал, выскочил из головы. Хочу вам вот это показать. Это надо видеть. Ну и только посмотрите на эту красоту с горы. Река своими... Извилистая. Здесь, как я так понимаю, когда она разливается по осени, по весне вернее, сюда вот затекает, как затока такая какая-то. И это все с горы здесь, не знаю, тут метров сто, наверное. Может, больше даже. Ну, вообще шикарно. Просто красота красотой. И красотой погоняет. Вон лошади ходят. Башкирия великолепна. И тут мы такие, мурзатые. А что делать? Помоемся, помоемся. О, там вон стадо. Как раз коровенок через дорогу. Так что, что мы тут остановились, что там, все равно обстояли бы. Вот куда надо было вчера ехать. С одной стороны. Кургазак. Минеральная вода. Все время хотел тут остановиться, ни разу не останавливался. Пойдем посмотрим, что тут есть. Тут вот стоянка большая. Все для грузовиков, гостиница, все дела. Эту воду можно набирать. Но я не буду, наверное. Место для набора воды. Я так понимаю, шпарит она. Горячая, наверное. Попробовать с ее. Обычная вода. Но у меня воды хватает, поэтому мне не надо. Коллега, говорится, пришел набрать. Минеральная вода. Кургазак. Один из самых известных источников на Южном Урале. Источник зависит в число памятник природы Республики Башкортостан. Вот так. Ну и всякие химические свойства этой воды тут. Все дела. Ну. Памятник природы регионального значения. Источник Кургазак. Зона санитарной охраны. Посторонний вход запрещен. Ладно, не пойдем. Красиво тут. Интересно. Стоянка аккуратная такая. Вот здесь тоже. И погулять, наверное, можно. Визит-центр. Экскурсии. Вон там он санаторий на горке. И не один там. Ооо. Такое курортное место. Красиво. Красиво. Паркинг большой. Финиш. Вон она, М5. Со своим трафиком. Беднеется. Здесь-то что, едешь в нас, уковыряешься. Машин-то нет. Хорошо. Но одно радует здесь. Сим перевалится нам, в принципе-то, и все. Сейчас Крапачева. Все, можно. Рация начинается. Это пошли рекламы. Можно выключать. Мы Шкарпачева подъезжаем. На следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Сим спуститься, подняться и все. На этом весь наш Урал будет закончен. Поедете 240 километров. Дальше потом только на спуск к Уфе. И горы кончились, не успев начаться. По-любому, там севернее, когда ты идешь, там пологие. Не такой уже и страшный был этот участок. Особенно этот. Ну, Свердловская область. Тогда просто пустые шли. Сейчас груженый так. Там не так много. В общем-то, не страшно. Можно ехать. Если надо, конечно. Звук-звук-звук-звук-звук-звук. Стирая асфальт, дымятся колеса. Летит по трассе Формулы-1 Фернандо Алонсо. Весь мир считал, что он непобедим. До старта в Сочи Формулы-1. Каждый знает Фернандо Алонсо. Как он летает в своем суперкаре. Он признанный гений гоночной трассы. Лучший пилот команды Феррари. А есть еще гонщик Анзор Мамаладзе. Лучший водила на всем земном шаре. Он возит людей на маршрутной газели. Но, судя по штрафам, он водит Феррари. Фернандо Алонсо чемпион чемпиона. Но круче Анзор его на порядок. Алонсо получает десятки миллионов. Анзор получает миллионы десяток. После победы Алонсо шампанским На пьедестале все обливались. После поездки с Анзором в Мацесту Люди в маршрутке все обливались. Скрепят тормоза, дымятся колеса. Мамаладзе реально круче Алонсо. Почему Мамаладзе не в Формуле-1? Почему без славы, без страшный грузин? Скрепят тормоза, дымятся колеса. В Сочи прилетел Фернандо Алонсо. Встретил его Анзор на газели. И полетели, и полетели. Одной рукой курит, в другой рубке кофе. Плечом прижимая гуху мобилу. Везет Мамаладзе Фернандо Алонсо. Со скоростью 300 по серпантину. Скрепят тормоза, дымятся колеса. Вцепился в кресло Фернандо Алонсо. Перед глазами Фернандо Алонсо. Проносится жизнь Фернандо Алонсо. Скрепят тормоза, дымятся колеса. Мамаладзе подрезал два бензовоза. На скорости 300 вошел он в занос. И странно запахло от Фернандо Алонсо. Скрепят тормоза, дымятся колеса. Рядом с Амзором сидеет Алонсо. От страха прижавшись к Амзору бочком. Целует иконки над бардачком. Но тут внезапно газель Амзора. На скорости 400 обходит приора. За ней две девятки, шестерка и Нива. И за поворот уходят красиво. А Алонсо в шоке, что это было. Ему отвечает маршрутки водила. Что это на Алонсо не показалось. Эта абхазская свадьба промчалась. Но тут эту свадьбу обгоняет КамАЗ. На скорости 600 километров в час. За рулем КамАЗа брат Амзора. Щепень везет на дачу прокурора. Но тут на скорости тысяча в час. Их обгоняет Побровский прокурорский УАЗ. Спешит прокурор в два месяца сразу. На дачу к себе и на свадьбу КамАЗа. Скрипят тормоза, дымятся колеса. Кто ты такой? Фернандо Алонсо. Знает в Сочи каждый четко. Фернандо Алонсо ездит как тёлка. Скрипят тормоза, дымятся колеса. Все в Сочи круче. Фернандо Алонсо. Амзор должен быть в конюшне Феррари. Амзорик не ездит, Амзор исполняет. Скрипят тормоза, дымятся колеса. Летит по трассе Формула-1, Фернандо Алонсо. Весь мир считал, что непобедим. До старта в Сочи. Формулы-1. Видите, будут расширять, я больше чем уверен. Режут-режут деревья. И вот сзади только что проезжал. Там горы срезают потихоньку. Я предполагаю, что здесь будут до Сима делать от Уфы четырехполоску. Может не полностью, конечно, до Сима. Хотя, может не полностью весь участок. Здесь все разметкой заметили, временной. Такое впечатление, что долгосрочный проект. Но он нужный, нужный. Когда здесь, в конце концов, если все это сделать, и вообще через весь Урал четыре полосы проложить, то насколько та же аварийность спадет и все остальное. Я уже не говорю про то, что проезжать. Насколько его проще и легче будет проезжать. Просто даже та же аварийность. Это первое, что... Видите, вот... Срез деревьев. Ну, не зря же, не просто так они их тут пилят. Складируют вот здесь. Грандиозная стройка. Я так думаю. Ну, а мы поехали. Я даже не знаю, как это назвать. Обедаем еще рано. Завтрак у нас был. Ну, такой... Ланч. Или как они там? Правильно. Поедем. Тут Димыч мне уже... Сколько ест жестоко все про вот этот... Жорик. У Жорика там какого-то... Говорит, заесть покушать, заесть покушать. А я все мимо проезжаю. То не так, то это не эдак. Сейчас поедем. Ладно сейчас не пролететь. Так, примерно, ориентировочно помню, где это. Поедем там. Шашлычка рубанет. С погодкой вообще все фартит. Все. Просто песня шепчет. Смотрите, не облачко. Лопота. Там будет такая площадка. По левой стороне. Там тоже куча всяких этих кафешек. Туда-сюда. Ладно не проехать. Но по-моему, я так визуально помню. Это не здесь дальше. Дальше, 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 дальше. Это у нас, по-моему, на Ашу поворот. Ага. Точно. Один с километров на Аши. Что-то на каждом перекрестке. На Крапочевском, Зосимом, сейчас. И дальше там, пацаны, говорят, стояли. Что у них сегодня тут. Операция «Анаконда». Никак не сдохла. Облом, братцы, получился с Жориком. Вон, кафе. Людей много. Все столики заняты. Это, в общем, поворот на Ашу. Вон, Стелла. А облом почему? Потому что там только за наличные. Наличные 250 рублей в кошельке. Не судьба и в этот раз. Вот не идет мне сюда, не знаю. Поедем дальше. Смотреть там все. Можно покушать заплатившей карточкой. А так, да, видно, популярностью пользуются. Потому что людей там очень много внутри. Сейчас вот еду и думаю. И что меня там переклинило-то? 250 рублей было. По-моему, там шашлык 200 с чем-то рублей стоил. Ну, я как бы хотел там шашлык, картошки, там салат. Понятно, это на все бы не хватило. Шашлыка до одного можно было покушать. Или того же борща, как Тимыч сказал. Там борщ еще и вкусный. Я вообще не взял ни того, ни другого взял. Убежал, как ошпаренный оттуда. Чего? Я не знаю. Я стоял там. Зашел. В места, чтобы были все столики, были заняты. Ну, ладно, это мелочь. Передо мной там человек заказал. Я читаю. Только за наличкой у них написано. Ты что, клеманула? Я говорю, у вас занал, да. Блин. Все развернулся и пошел. Даже не спросил. Может, на борту шашлык облакал. Я не понимаю. Короче, сейчас еду. Где тут? Покушать еще. Не знаю. В общем, сейчас тут внизу. Не внизу, а тут дальше. Там, вроде, какая-то. С силеной пунктом стоянка. Надо хоть первого пойти, похлебать. Уже потом туда поедем. За Бавлы. За Кольцом Бавлинским. Я туда заезжал. Мне там тут не понравилось. Там уже полноценное пообеды. Второе там возьмет. Уже меня не понимали. Что меня там... А что мне там мешало? Борщ поесть. Поел бы там борща. На борщ-то мне бы хватило. Ну, видите, ехал целенаправленно за мясом. Спросил бы. Я думаю, мне бы хватило на борщу шашлыка. Но без салата съехал бы хрен с ним. Ни слов, ни мысли. Вот этот поворот на игле. Но тут что-то внизу тут есть. Я не знаю. Да волнов я не танцану. Желудок по замочнику проликнет. Если мозгов нету, то что я могу сделать? Пойдем туда какого-нибудь. Здесь. Борщица или солянки какой-нибудь. Похлебай. Я ни разу как не кушал граммы. Тут знаю еще какой-то вроде магазинчик продуктовый есть. Заодно надо воды купить. Воды осталось грамм. Сто. Обычный чистый питьевой попить. Магазин, кафе. Короче, что-то есть. Чуть-то найдем. Кафе продается. Понятно, не будет. Бестро тут. Еще кафе-заправка. Свежие продукты. Вот все. И водички возьмем. Ну и уже тогда. Санем тут. За какого? Кафейка не пережила пандемию. Хотя вон тоже этот. Борщ, шлагман, солянка, шурпа из баранины. Вот шурпы пойти похлебать. Точно. Пойдем шурпы похлебать. Поклюем. Хотя вот. Эх. Вроде как и шашлычок. Ну. Думок катет какой-то. В общем. Разберемся сейчас. Стоянка есть. Ни разу здесь не ночевал. Как-то не доводилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»